На Люберецком районном телевидении стартовали курсы юного телевизионщика. За время обучения учащиеся узнают, что такое журналистика, поймут специфику профессии репортера, познакомятся с миром телевидения и других сфер массовой информации. А накануне открытия преподаватели провели ознакомительный мастер-класс. Мастер-класс рассчитан на всех желающих. В зале есть и представители старшего поколения, но в основном родители с детьми. Надежда Тетюхина пришла с дочкой Дарьей. Мой ребенок сейчас находится в таком активном поиске себя, поэтому я поддерживаю все ее начинания, все ее интересы, и поэтому мы сегодня здесь. Дарья учится в пятом классе гимназии номер пять, увлекается фотографией. От курсов ожидает новых знаний. Наибольший интерес вызывает операторское мастерство. Нас пригласили родительскую группу, школьную группу написали. И мама спросила, хотела бы я пойти. Николай Самарин пришел с дочкой Евой. Девочка увлекается журналистикой и хочет получить дополнительное образование в этой области. Сфера телевидения, ну, ей, по-всих словам, интересно. Я пришел ее поддержать. И начинание для того, чтобы набор навыков, которые получил молодой человек, Евочка был максимально широкий и никогда не знаю, что пригодится для коммуникации. Ева Самарина с миром телевидения знакома. В профессии, связанной со СМИ, нравится то, что благодаря ей можно много ездить и узнавать новое. С направлением девочка еще определяется. Интервьюер, может быть. Презентацию курса и его первого блока «Журналистика и телепроизводство» провела эксперт Екатерина Дегтярева. В формате вопрос-ответ обсудили. Что такое журналистика? Из каких стадий состоит производство фильмов и мультфильмов? Что такое сценарий и его структура? Как вести себя перед камерой? Надо вести себя прилично и никогда, ни в коем случае, не надо запинаться безобидно. Потому что потом станет неинтересно, и кто потом будет тебя слушать. Правильно? Никто. Сегодняшнее мероприятие для нас ответственное мероприятие, потому что мы стартуем с курсами юных телевизионщиков. Мы открываем центр продюсирования «Медиаэффект», поэтому оно было знаковым. Сюда пришли родители и дети, чтобы посмотреть, кто будет учить на курсах, чему будут учить. Второй блог «Блогер. Профессия и хобби» презентовала эксперт Анна Путятина. Она и зал вспомнили, как произошло слово «блогер». Дети дали свое определение. Привели факты из истории блогерства и обсудили форматы блогов. Видеоблог, фотоблог, микроблог и текстовый блог. Блогер, да, это человек, для которого личный блог – это основное занятие или, может быть, даже источник дохода. Это не просто работа, которая может приносить деньги, но и для кого-то это уже стало образом жизни, скажем так. Третий блок курса – маркетинг и реклама. Эксперт Анна Васюкова. Она рассказала о видах рекламы, а их довольно много – наружная, печатная, спонсорская, имиджевая и другие. В качестве примеров телевизионной рекламы – видеоролики, изготовленные на телеканале ЛРТ. Дальше у нас есть интернет-реклама. Ну, здесь все просто, это вся реклама, которую мы видим в интернете. То есть рекламные ролики, рекламные баннеры, рекламные статьи. Вот, зашли в интернет, увидели рекламу, это интернет-реклама. В рамках мастер-класса для юных журналистов провели экскурсию. Ребята посетили редакцию, сотрудники которой работают и в выходные дни. Серверную, откуда осуществляется контроль за эфиром. И студию, где работает ведущий. Вот здесь по суфлеру идет его текст, который он произносит в кадре. Мне очень понравился мастер-класс, было очень интересно. Узнала очень большую, объемную информацию. На экскурсии я видела множество интересных комнат. И меня это очень сильно впечатлило. Мне все очень понравилось, все было очень интересно. Я познала для себя много нового. Например, то, что прямой эфир снимается на хромаке, потом он обрабатывается и передается в прямой эфир. Мне очень понравилось, было очень интересно. Мы играли в игру, как в сломанный телефон. Занятия курса юного телевизионщика стартуют в первых числах декабря. Обучение продлится два месяца. Эксперты ждут желающих всех возрастов. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.